Всем привет! Сегодня я вам покажу три отличных рецепта сэндвича. Кстати, вы знали, что однажды был разработан сэндвич для американских солдат, который не портится в течение трех лет. Так вот, вернемся к приготовлению. Начнем с того, что капусту, морковь мы режем соломкой шириной примерно в 0,5 мм. В миску разбиваем два яйца и создаем их бешеной расколбасы. После того, как яичная масса превратилась в однородную жидкость, отправляем туда нарезанные ранее овощи. К массе кромсаем и добавляем зеленый лучок. Перемешиваем полученную субстанцию и выливаем на прогретую сковородку. Спустя пару минут переворачиваем овощной блин и жарим до полной готовности. Убираем на тарелку нашего овощного друга и приступаем к приготовлению второй части начинки. Креветки обязательно очищаем. Убираем у них все кокули и кидаем на смазанную маслом сковороду. Добавляем сушеный чеснок и молотый перец. После того, как креветки по цвету стали золотистыми, их можно перевернуть и томить до готовности. Теперь подготовим соус. Берем дижонскую горчицу и кетчуп. Тут все зависит от вас, насколько сильно вы хотите, чтобы получился острый соус. Теперь собираем наш сэндвич. Берем поджаренный тост, смазываем его соусом. Кладем вырезанную по размеру хлебушка яичницу. Укладываем сверху креветочки. Последним слоем нашей начинки будет моцарелла. Закрываем бутербродик. Получился подходящий для фитоняшек, а главное очень вкусный сэндвич. Как говорится, время не ждет, поэтому сразу приступаем ко второму сэндвичу. Кладем консервированный тунец в миску и разминаем его вилкой, разделяя на маленькие кусочки. К тунцу добавляем немного майонеза. Мелко режем зеленый лучок. Укроп кидаем туда же. Профессионально убираем косточку из авокадо. Отделяем от кожуры и начинаем делать гуакамоле соус из авокадо. Мелко режем красный лук кубиками, соединяем зеленой массой, поливаем лимонным соком, перемешиваем все ингредиенты. И теперь последнее приготовление. Ломтиками нарезаем сыр и помидоры. Собираем сэндвич следующими слоями. Масса с тунцом, помидорка, сыр, гуакамоле, руккола. Второй сэндвич готов. Чем же примечательен этот рецепт? Конечно же временем затраченным на его готовку. Быстро, вкусно, сытно. Мы уже почти у финиша и нам остался третий сэндвич. Если честно, этот сэндвич мой любимый. Хоть и времени на него нужно потратить чуть больше, чем на остальные сэндвичи. Let's go! Как только масло растопится, аккуратно, помешивая венчиком и стараясь не поцарапать тефлоновую сковороду вашей мамы, повмешиваем муку. Уже на этом этапе можно догадаться, что мы готовим соус, обожаемый многими бешамель. Чуть погодя, вливаем сливки и активно перемешиваем массу. Добавляем приправы, немного мускатного ореха, ключевое слово здесь немного, белый перец и соль. Пусть соус немного покипит, за несколько минут кипения он загустеет. Бешамель готов, откладываем его в сторону и займемся начинкой. Обжариваем бекон до хрустящей корочки, хотя каждый может выбрать свою прожарку. Теперь сделаем яичную заготовку. Два яйца смешиваем с молоком до однородной массы и начинаем сборку сэндвича. На тост отправляем бешамель, сверху куриную грудку, бекон и тертый сыр. Второй тост пропитываем соусом и закрываем практически готовый бутерброд. Почему почти готовый? Остался последний штрих. Окунаем тост в яичко, обжариваем с каждой стороны и вкусный плотный завтрак готов. Вот и все. Сегодня нам удалось приготовить сэндвич на все вкусы. Морепродукты, рыба, мясо. Получится угодить даже самым привередливым. На этом все. Не забудь подписаться на канал. Увидимся в следующих выпусках. Приятного аппетита и пока. Продолжение следует...